Всем привет, я Вова, и сегодня в этом видео я хотел бы рассказать о том, как сделать мем Coffin Dance своими руками с помощью такой программы, как Adobe Premiere Pro. Это видео посвящено новичкам, которые хотят делать видео мему, но при этом абсолютно никогда не работали в программах видеомонтажа. Именно поэтому в этом видео я все буду очень-очень подробно объяснять. Так что любой, кто даже никогда в жизни не монтировал, могут прямо сейчас сделать этот видео мем. Итак, поехали. Первым делом, что нам нужно, это, конечно же, нам нужны видео и аудио, которые мы будем нарезать и делать из них мем. Значит, я выбрал одно видео, которое должно быть главное, потом Coffin Dance и, конечно же, Астрономия от Tony I.G.Y, я не знаю. И на этом, в принципе, все. И сейчас мы будем из этих трех видео делать один мем, который вы потом сможете выкрутить в свою группу ВКонтакте и так далее на YouTube. Окей, теперь нам нужна программа. У меня это Adobe Premiere Pro 2020 года. Вы можете использовать любую другую модель, но я буду использовать именно 2020 года. Так, вот она у нас погружается. Теперь мы нажимаем New Project. Я его называю как-нибудь Coffin Dance Meme. Так, потом Software Only. Тут все настройки я оставляю такими же. Окей. И теперь у нас крутится наш проект. После чего мы видим такие все вкладки. Нам сейчас нужна вкладка Editing. Переключаю на нее. И тут у нас есть окошки. У нас есть Effect Controls, то есть управление эффектами. Потом у нас есть наша папка со всеми нашими данными. То есть это видео, аудио и так далее. Потом Timeline, на котором мы будем нарезать наше видео. И, конечно же, монитор, на котором у нас будет идти все, что мы делаем на таймлайне. Так, берем все наши сурсы. Это аудио и два видео. Перекидываю их в Premiere Pro. Вот это вот окошечко. Там, где у нас должны быть все наши файлы. После чего давайте возьмем самым первым. Допустим, вот это вот наше видео, которое должно быть главным. Это у нас с мотоциклом, который вот так вот едет, 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 едет. И вот тут опа. И тут как бы такая фура. И, в принципе, с другой стороны он ее объезжает. Но зрители не должны знать, что на самом деле мы объехали эту фуру. Поэтому мы, пожалуй, обрежем видео примерно вот на вот этом вот моменте. Как только у нас как бы сам фокус навелся на вот этот вот езжащий грузовик. Чтобы люди никак не могли подумать, что он его объехал. Итак, после чего ищем... Пока что мы, наверное, тут ничего искать больше не будем. Дальше мы перекидываем трек. Перекидываем пониже. Вот тут у нас есть дорожки аудио. Их может быть сколько угодно. То есть их может быть 4-5 и так далее. И, конечно же, дорожки видео, которые называются V, V1, V2, V3. Давайте теперь отредактируем наш звук. Давайте для начала подберем нужный фрагмент, который у нас играет в меме. Еще самое главное, чтобы у вас уши не умерли, нам надо немного вот так вот открыть вот эту вкладку. Мы наводим на вот эту вот нашу вкладку с аудио. То есть это у нас линия А2. Нажимаем на нее, зажимаем Alt и крутим колесико вверх. Тем самым у нас открывается вот эта вот панелька. Она становится больше. И мы теперь можем управлять нашим звуком. Вот тут вот есть линия. Она у нас на 0 дБ. Мы ее ставим примерно на минус 15, потому что постоянно, когда мы импортируем что-то в наш Premiere Pro, это все должно быть очень громко. Я не знаю почему, но почему-то всегда аудио очень громкое. Теперь давайте найдем наш нужный отрывок, который нам нужен. Значит, я его уже нашел по этому рисунку, поэтому давайте удостоверимся то, что это он. Да, это как раз то, что у нас должно играть. Поэтому что мы берем? Мы немного отрезаем с самого начала, чтобы у нас как бы было вот перед этим ожиданием, перед началом самого мема. Давайте послушаем. Да, и вот как раз как только у нас все нарастает, у нас должны танцевать люди как раз. Давайте мы их также нарежем. Тут у нас есть аудио, поэтому все, что нам надо сделать, это мы нажимаем правой кнопкой мыши на вот это вот наше видео и нажимаем Unlink. Тем самым мы удаляем связь между вот этим вот аудиофайлом. И дальше что мы делаем? Мы нажимаем на наш аудиофайл и нажимаем кнопку Delete. Тем самым мы удаляем этот аудиофайл. Итак, давайте я заглушу, чтобы мы могли нормально обрезать наше видео. Я нажимаю вот сюда, вот там, где наш звук. Я нажимаю на кнопку M. Это у нас Mute. То есть мы просто отключаем этот звук временно. И теперь мы можем, в принципе, найти подходящее нам видео. Это видео я, кстати, нашел на YouTube. Поэтому, если вам интересно, то, в принципе, тоже можете найти и скачать. Скачал я его, кстати, с помощью программы 4K Downloader. Вот она находится вот тут вот. Если кому-то интересно, вы можете ее скачать. И потом скачать с помощью этой программы это видео. Вы можете с помощью всяких разных онлайн-сервисов. Например, SaveFrom и так далее. Так, вот я уже выбрал. Давайте возьмем такое вот. То есть там, где они уже танцуют. Для того, чтобы опрессовать это видео, я пользуюсь Razer Tool. То есть вот сейчас мы пользуемся стрелочкой. Это у нас горячая клавиша V. Также можно нажать на английскую клавишу C. И тем самым у нас откроется Razer Tool. Вот он вот тут вот. После чего я просто его навожу на видео, на фрагмент, который нам надо отрезать. То есть это вот кадр. И я нажимаю с помощью Razer Tool вот сюда вот. Я думаю, вам это понятно. И теперь у нас есть видео с танцующими людьми. Можем уже похлопать себе. После чего, что мы делаем? Мы, в принципе, обрезаем наше аудио, чтобы оно у нас не было таким большим. Чтобы оно у нас не было на 2 минуты, а было только на примерно секунд 15. После чего ищем нужный фрагмент. То есть вот. И после чего ставим вот этот вот Coffin Dance. Теперь давайте посмотрим. То есть, как мы можем видеть, давайте еще немного со звуком поработаем. Потому что тут есть небольшие ошибки. Нажимаю опять на C. То есть это Razer Tool. И теперь, как мы можем видеть, у нас люди начинают танцевать. Но у нас все еще нет музыки. Мы ее уже подготовили. Поэтому мы видим то, что по рисунку у нас вот тут как раз идет самая нужная нам часть. Поэтому мы берем примерно как-то так ставим. Теперь попробуем по звуку уже это все идеально подобрать. Так, отключаю Mute. И вот. Вот эта вот как раз часть, она уже должна быть в самом начале. Мы ее поэтому пододвигаем. И теперь смотрим. А я сделаю еще немного потише, чтобы у вас на записи уши не выключились. И теперь давайте послушаем. Как раз наш звук отлично подходит к видео. Поэтому что мы делаем? Мы берем, еще смотрим. То есть примерно как-то так. И все. Я думаю, этого фрагмента нам достаточно. На 21 секунду вышел наш мем. Поэтому дальше что мы делаем? Просто расширяем с помощью вот наведения вот на этот край. Мы берем и расширяем наше аудио до самого начала теперь. Теперь также мы можем, опять же, с помощью Alt расширяем. Заглушим наш звук на основном нашем видео. И теперь, как можем видеть, у нас идет звук. То есть он идет. И даже мы, в принципе, можем еще немного вот так вот обрезать. Давайте опять нажимаем V. И вот тут вот тоже это удаляем. Нажимаю правую кнопку мыши. Я вот, да, еще раз повторюсь. Ripple Delete. И тем самым у нас видео спустилось в ноль. И теперь давайте посмотрим. То есть у нас идет самое начало. Подготовка. Также чуть не забыл. Трек Астрономия содержит авторские права. Поэтому, если же вы хотите посмотреть мем полностью, тогда переходите в мою группу ВКонтакте. Ссылка на видео мем будет в описании. Ну и на этом все. Если вам понравилось данное видео, тогда обязательно ставьте палец вверх. Также подписывайтесь на мой YouTube канал, если вам нравятся темы дизайна, видеоэффекты, видео мемов и так далее. Плюс этого канала заключается в том, что даже если вы никогда в жизни не монтировали, вы все равно можете открыть мое любое видео. И в нем я буду подробно объяснять все. Также подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Там я выкладываю различные новости по поводу моего YouTube канала. Выкладываю видео мемы. Подписывайтесь на мой Instagram. Там вы можете следить за моей жизнью. Ну и на этом все. Я вора и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok